Половина застройщиков Башкортостана не готова к изменениям в законе о долевом строительстве. Как сообщили в Госкомстрой Республики, сегодня в регионе насчитывается 169 организаций, работающих по договорам долевого строительства. Если крупные компании готовы перейти на новый формат работы, более мелкие пока нет. Поправки в закон о долевом строительстве в России вступили в силу с 1 июля. Они призваны защитить дольщиков от недобросовестных компаний, ведь ужесточают требования к застройщикам в части контроля со стороны государства и четко регулируют вопрос финансирования строительства жилья. Так, например, девелоперы не смогут напрямую получать деньги от покупателей по договорам долевого строительства. Средства граждан будут перечисляться на специально открытые экскроу-счеты в уполномоченном банке. Эти деньги застройщик получит только после ввода в эксплуатацию жилого объекта. Если средств не хватает, строительная организация имеет право взять их у этого банка в кредит. Еще год для компаний будет действовать так называемый переходный период, но с 1 июля 2019 банковское сопровождение сделок станет обязательным для всех участников строительного рынка. Все требования, которые введены в рамках переходного периода, не требуют принципа дополнительных затрат. Открытие специализированных расчетных счетов по каждому жилому дому, средняя стоимость обслуживания 5000 рублей в месяц. Это цифра, которая заявила в Бербанк. Это не те денежные средства, которые должны повлиять на рост цен. Вот введение в норму уже обязательного использования скролл-счетов, как минимум 10-15% рост по ценам однозначно, потому что деньги уже будут кредитные, соответственно, будет необходимо застройщикам оплачивать проценты банковские. Поэтому в первом приближении этого года мы не видим потенциала для роста цен. В дальнейшем будем смотреть динамику. Согласно новым правилам, застройщики также обязаны подключиться к единой информационной системе нашдом.рф, которую контролируют Минстрой, Росреестр и Центробанк. Если на своих сайтах строительные компании могли публиковать все, что угодно, то на этом портале они должны предоставлять ежемесячные фотоотчеты о ходе работы и ежеквартальные данные о финансовом положении. Редактор субтитров А.Семкин